Руслан, здравствуйте. Привет, привет, Инесс, привет. Здравствуйте, как у вас дела? Мы рады вас видеть, рады, что наконец-то у нас сегодня есть связь, связь неплохая. И мы с вами поговорим, да, это слава Богу, потому что мы когда были в Арабских Эмиратах, у нас не получилось подсоединиться и выйти с вами на связь, хотя все так ждали тоже эфира. Было так. Руслан, да, мы рады вас видеть, пока все подключаются. Расскажите нам, пожалуйста, Руслан, представьтесь вы, чем вы занимаетесь, и чем именно вы можете помочь нашим участникам, талантливым участникам, которые принимали уже участие у нас. Расскажите, каким правом вы занимаетесь. Да, Инесса, спасибо большое, во-первых, за приглашение и за такую возможность рассказать о себе и о таком замечательном продукте, как Global Talent. Я иммиграционный адвокат, я проживал в Великобритании уже более 25 лет, и одно из главных направлений моей деятельности – это как раз помощь переехать в Великобританию для людей, которые занимаются бизнесом или у которых есть навыки, которые необходимы Великобритании. Великобритания ввела в связи с этим около 4 лет назад категорию Global Talent, которая очень успешна, с моей точки зрения, и все больше и больше кандидатов подают по этой программе для того, чтобы переехать в Великобританию. И программа разделяется на две части. Категория Global Talent – это для тех, у кого есть опыт в своей индустрии более 5 лет, и категория Promise – это для тех, у кого такого опыта 5-летнего нет, но они подают надежды. И это вообще визовая категория Global Talent имеет подкатегорию. Это для технических специалистов, которыми занимается Tech Nation, это для научных сотрудников, это люди искусства, которыми занимается Art Council. И вот как раз сегодня я предлагаю поговорить, сконцентрироваться именно на Art Council, потому что ваши участники как раз квалифицируются по программе, которую курирует именно Art Council, Совет Искусств Великобритании. Именно от Art Council необходимо получить одобрение, эндорсмент, или еще можно другими словами описать подтверждение вашего таланта. Вот это в двух словах, чем я занимаюсь, и вот о чем мы сегодня можем с вами поговорить. Руслан, смотрите, у нас есть такие направления, как художники, вокалисты, музыканты, композиторы, танцоры, дизайнеры. И сейчас направление IT у нас есть. Вот скажите, в каком конкурсе они должны участвовать? Почему наш конкурс им подходит для вас, для подачи документов? Неза, начну с очень хорошей новости. Я внимательно слушал только что, какие профессии ты перечисляла. И вот на 100% проходят все перечисленные профессии. Это ж надо, как ты попала прямо в точку. Я уверен, что ты даже не готовилась, не смотрела в гайденс, ну прямо как через запятую. Для полного списка вот этих профессий можно обратиться на официальный гайд. Гайд называется Guide for Global Talent Visa Applicants, который можно прогуглить именно вот такими вот ключевыми словами Guide for Global Talent Visa Applicants Art Council. Вот там как раз будут перечислены все вот эти профессии. Кроме тех, которые ты перечислил, там будет еще прямо ряд профессий, которые проходят. И также вот этот новый гайд, который вышел недавно, четко прописывает профессии, которые не проходят по этой категории. Ну, например, люди, которые занимаются светом и светооформлением, проходят. А люди, которые занимаются журналистикой, не проходят. Даже если это журналистика, там документальная и так далее. В то время как актеры, музыканты, композиторы, дирижеры и танцоры, и все, кого ты перечисляла, абсолютно все проходят по этой категории. Браво! Браво! Наши участники все проходят. А ваши участники и ваш конкурс, и особенно вот именно ваш конкурс является таким фундаментом для того, чтобы показать, заявить о своем таланте, чтобы заявить об этом публично, чтобы были ролики в интернете, чтобы было, что показать вот этим асессорам, кто оценивает шансы. Не шансы, а саму заявку. И, конечно же, призы. То есть, наверное, первая рекомендация вашим участникам — это стараться участвовать активно и получать призовые места в вашем конкурсе, чтобы об этом было объявлено, заявлено, чтобы это все было ярко, красочно. Именно то, как вы это и делаете, вот для этого и нужны такие конкурсы, как ваш, чтобы талант не просто пришел и сказал, что я талантлив, вот я рисую, или я пою, или я танцую, а чтобы было признание этого таланта. И хочу также сказать, что одного признания недостаточно. Если, например... Да, что еще нужно? Вот скажите, что еще нужно, кроме того, что они приняли участие в конкурсе, о них, о многих пишут газеты, да, допустим, там разные страны принимали участие, и о них уже написали газеты. Какой дальнейший шаг? Инесса, когда я говорил, что одного признания недостаточно, я имел в виду, что признания только вашего конкурса недостаточно. Этих признаний должно быть несколько, и все это должно быть подтверждено документально. То есть мы готовим портфолио, которое состоит из 10 документов или более, и самое главное, наверное, в этом портфолио – это референсы. Это рекомендательные письма, которые детально описывают ваш талант и ваши способности, и подтверждают ваш талант. И мы сегодня говорим с тобой о Британии, Великобритании, поэтому одно из рекомендательных писем должно быть, конечно же, от британской организации, которой вы являетесь. И также желательно, чтобы другие рекомендательные письма также были либо от британца, например, актера или танцора, музыканта, либо от человека, который в свою очередь также имеет престижные награды, какие-то премии. Это очень важно. Вот эти вот письма, они называются в гайде letters of support. Вот они, к ним особые требования, о которых мы можем детально поговорить, но это мы уже ведем такие разговоры во время индивидуальных консультаций. Мы эти письма можем, во-первых, помочь написать, мы можем помочь найти таких людей, которые могут предоставить такие рекомендации, если, например, таковых не имеется. Ну и самое главное, это, конечно же, ваш нетворк. Участие в вашем конкурсе дает людям не только вот эту вот возможность признания, но и создает необходимый нетворк. И на ваших участников также уже обращают внимание, и другие их познают, узнают. Это очень важно, как для получения Global Talent, так и для того, чтобы в Великобритании потом, благодаря своему таланту, зарабатывать себе на жизнь. Потому что получить визу — это одно, но приехать в Великобританию и продолжать жить и развиваться в данной индустрии, нужна поддержка, нужен нетворк. И вот ваша британская организация как раз и помогает с этим нетворком, этой поддержкой, чтобы развиваться и зарабатывать благодаря своему таланту. Потому что требование такое, что через три или через пять лет вы должны будете подавать на постоянный вид на жительство. И чтобы подать на постоянный вид на жительство по программе Global Talent, вы должны будете продемонстрировать то, что вы благодаря своему таланту зарабатывали себе на жизнь. Это может быть в виде employed, то есть работы по найму, вы где-то устроились. Либо это может быть self-employed. И в основном люди искусства, конечно же, работают вот в этом формате, self-employed, предоставляя свои декларации налоговый раз в год. И вот зарабатывать опять-таки в Великобритании намного легче, если у вас уже есть какие-то наработки, связи, рекомендации именно вот от британских партнеров. Поэтому твоя организация и нас, конечно же, предоставляет уникальную возможность для талантливых людей не только переехать в Великобританию, но и зацепиться здесь, зарабатывать здесь и осуществлять свою мечту. Наша программа Global Talent британская похожа на американскую. Может быть, даже в каких-то случаях ее немножко сложнее получить, чем американскую. Это, опять-таки, я это не подтверждаю как юрист американский, я таким таковым не являюсь, но это просто то, о чем говорят мои клиенты, которые приходят уже даже имея одобрение от американских органов. Мы проходим через этот процесс повторно, и они говорят, ой, а ваша британская виза сложнее, оказывается. И вот именно благодаря твоей организации появляется вот такая уникальная возможность. Поэтому, если, ребята, у вас еще недостаточно каких-то подтверждений, какой-то публичности, медийности, недостаточно призов для заявки на блокнот. Доказательная база. Да, вот обязательно нужно участвовать в конкурсах таких, как вы проводите. Руслан, скажите, пожалуйста, только благодаря вам наши участники смогут получить и визу талантов. Это вам за это огромное спасибо. И, Руслан, скажите, сколько времени занимает подача документов на получение визы талантов? Да, я хочу предупредить всех заявителей, что сроки рассмотрения в последнее время увеличились. Это связано с большим наплывом заявителей. В то время как ранее, мы еще говорим про полгода назад, Art Council мог заиндорсить, может быть, за две недели, за месяц, то сейчас обычная практика три месяца получать этот эндорсмент. Ну и хочу, конечно же, всем нашим сегодня зрителям, слушателям напомнить, что заявка на Global Talent состоит из двух частей. Первая часть — это признание своего таланта именно Art Council, о котором мы сегодня говорим. И эта стадия длится около трех месяцев. Ну, наверное, уже можно говорить от трех месяцев. Потому что заявок все больше и больше. И вторая стадия — это уже непосредственно иммиграционная стадия. Вот она будет длиться в зависимости от того, откуда вы подаете, потому что в разных странах, в разных визовых центрах есть премиальные слоты, некоторых нет премиальных слотов, где-то больше очереди, где-то меньше. Но так, чтобы рассчитывать на что-то в плане времени, я бы сказал, до пяти месяцев — это такое нормальное планирование сейчас на данный момент. То есть так как вот раньше быстро получалось невозможно. Но если вдруг в вашем конкурсе участвуют граждане Украины, которые проживают уже в Великобритании, например, по украинской схеме, то сроки могут быть гораздо меньше. Если мы сейчас говорим про всех остальных граждан из всех остальных стран, то это где-то пять месяцев занимает. У нас пишут вопросы. Руслан, вы можете прочесть вопросы? Или мне прочесть? Сейчас я вернусь. Для пианистов. Это Ульяна пишет. Ульяна, прекрасные возможности для пианистов. Жду вашу портфолио. Вы проходите по категории музыкант, поэтому будем рассматривать. Присылайте свои портфолио. Кстати, вот воспользуюсь тем, что Ульяна спрашивает. Вот я пианист, что дальше? Дальше пройдите ассессмент. Прямо у нас на сайте talentvisa.uk. Заходите, выбирайте арт и отвечайте на эти вопросы. Это просто решает все первоначальные вопросы, которые у нас к вам будут. И вы получаете тоже ответы одновременно, потому что по вопросам вы будете понимать требования арт-каунсел. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этой платформой talentvisa.uk. Если вы пианист или другой какой-то музыкант, и вам будет все понятнее. Также у нас пишет Руслан с Грузии. У нас пишет. Тоже замечательный художник. Я знаю Асмик. Вам привет. Она стала, кстати, была нашей участницей. Она выиграла большой приз, денежный приз от нашей компании. И стала уже даже членом жюри нашего конкурса. Я вам говорила, наверное, что у нас 50 членов жюри из разных-разных стран. Из 18 стран. Так вот, она тоже пишет процесс подачи на визу. Да? Тоже интересен. Вот. Если художник. Я не вижу ее вопроса. Но если это художник, то процесс таковой. Мы свяжемся. Мы посмотрим на ваш портфолио. Мы посмотрим на ваш рекогнишн, призы, медийность и так далее. Если мы увидим, что у вас есть больше, чем 60% шансов, мы также для этого используем нашу платформу, которая оценивает ваши шансы. Мы вам предоставим список документов, которые нужно будет подготовить. Он состоит из 10 документов разного формата. И в этих 10 документах будет числиться 3 референса. Вот 3 человека, которые должны будут дать вам рекомендацию. Вы это все подготавливаете. Мы вам помогаем подготавливать. У нас разные пакеты. У нас есть пакеты для тех, кто много может делать сам, самостоятельно. Соответственно, вам это стоит намного дешевле. У нас есть пакет, где наше участие ограничивается где-то 20-25 часов работы. И у нас есть пакет премиальный, который полностью предоставляет всю подготовку. От вас нужна только информация. Мы пишем абсолютно все сами. Мы связываемся сами с вашими реферисами. С ними ведем переговоры. Достаем где-то ваши документы, где вы их там потеряли. Связываемся с теми организациями, откуда у вас были призы, но вы опять-таки не имеете копий и так далее. То есть мы обеспечиваем всю эту поддержку. Это самый дорогой наш премиальный пакет. Опять-таки стоимость этих пакетов тоже там же на talentvisa.uk обозначена. У нас все предельно транспарентно. И также есть хорошая новость. У нас на премиальном пакете есть no win, no fee, то есть money back guarantee. Если вы не получаете endorsement, мы возвращаем ваши деньги. Поэтому этим тоже можно пользоваться. Мы тоже заинтересованы, как и вы, в том, чтобы вы получили этот endorsement. Мы туда вкладываем свое время, свои усилия. Поэтому мы предоставляем вот такой вот money back guarantee. Опять-таки все на нашем сайте. Я извиняюсь, Инесса, что я воспользовался твоим эфиром. И тут начинаю пропаганду рекламы своей компании. Все отлично. Руслан, я знаю вас, так что я вам лично доверяю. Уже мы с вами тоже много лет работаем. Уже лет шесть. И так что welcome, пожалуйста, Руслан. Мне очень приятно, друзья. Так что подаемся, участвуем в конкурсе. Занимаем призовые места. Если не с первого раза, то со второго, с третьего. Обязательно у вас все получится. И подаем документы на Global Visa. И обращаемся к Руслану Косаренко и его компанию, которая обязательно во всем поможет. Поможет и поможет разобраться. Руслан, вопрос еще. Благодарю. Вопрос. Возраст. Вы в прошлый раз говорили. Напомните, нашим участникам задают. Какой возраст? Потому что есть и очень, не совсем молодые и очень молодые. Вот какой возраст? Ну смотри, по правилам 18+, но, естественно, если мы говорим уже о таланте, состоящемся таланте, то, наверное, к 18 надо прибавить 5 лет. Это, наверное, будет 23 года. Ну, это совершенно не официальная формула. Это я просто говорю, что если вы потендуете на талант, то вы должны показать 5 лет опыта в своей деятельности. Но есть исключительные случаи, если, например, вы, будучи ребенком, достигали каких-то результатов. У вас есть эта медийность, конечно же, вы на этом можете опираться, основываться, это все демонстрировать. Но иммиграционные правила прямо говорят 18+. А ограничители каких-то на другой стороне нет. Поэтому можно подавать всем, кто желает. Кстати, есть вопрос к тебе, по-моему. Скажите, чтобы поучаствовать на фестивале 15 сентября, что нужно сделать с визой? Если я из Казахстана, я хочу попасть на фестиваль. Руслан, скажите, вы сможете нашим участникам помочь с визами, чтобы они приехали на фестиваль, где вы, в принципе, будете почетный член жюри, и будете там тоже сидеть в команде. То есть вопрос к тебе перешел по вопросам ко мне. Понял, хорошо. Тогда это у нас Шахназе Ильясова. Шахназе, тогда к нам обращайтесь, мы будем взаимодействовать с Инессой. От Инессы будет приглашение от ее организации, и мы поможем вам сделать эту заявку для того, чтобы приехать и участвовать в этом мероприятии, в этом фестивале. Хорошая новость, это уже не Global Talent тема, это то, что недавно британские власти модифицировали визитерскую визу и добавили то, что можно участвовать в каких-то конкурсах, если это не длится очень долго, то это можно все делать в рамках визитерской визы, а не как ранее получать какие-то там рабочие разрешения и так далее. Поэтому в вашем случае это будет стандартная визитерская виза, цель визита, участие в фестивале. Поэтому все здесь будет в порядке. Отлично. У нас в прошлом году приехали к нам на фестиваль «Руслан. 21 страна». Надеюсь, что в этом году к нам приедет больше стран, и обязательно ждем вас тоже почетным, еще раз повторюсь, почетным членом жюри. Так, какие у нас еще вопросы? И мы с вами подытожим. Руслан, вы почитаете? Я вот читаю, работа должна быть в UK или доход в другой стране. Это спрашивает Майя. Это после того, как вы получили Global Talent и уже проживательный территорий в Великобритании, Майя, наверное, спрашивает, если вдруг у меня есть заработки из других стран, может ли это считаться? Смотрите, если вы проживаете на территории Великобритании, вы будете декларировать свои доходы, которые вы получаете за рубежом, будучи налоговым резидентом, и это будет декларироваться вашу налоговую декларацию. Поэтому да, скорее всего, это будет зачтено в ваше проживание на вот этом статусе, если я правильно понял ваш вопрос. И также код Аня спрашивает количество дней, 180 дней. Аня, абсолютно верно, на территории Великобритании нужно будет проживать минимум 180 дней в году для того, чтобы получить постоянный вид на жительство впоследствии. Но у меня есть клиенты, которые не заинтересованы в получении ПМЖ через 3 или через 5 лет, а получают эту визу для того, чтобы просто свободно передвигаться. То есть они, например, живут, работают в Европе, но им иногда нужно приезжать на съемки, на концерты в Великобританию, и каждый раз рабочую визу оформлять очень сложно. Они просто вот подают на этот Global Talent, чтобы спокойно въезжать, делать, что они делают, выезжать и жить там, где они дальше живут. У меня несколько клиентов из Франции таким образом поступили. Поэтому эта виза также удобна для того, чтобы просто вот в связи с Brexit, что мы уже не в Евросоюзе, иметь возможность приезжать в Великобританию, работать, уезжать, иметь вот эту свободу. И если вы не хотите ПМЖ, потом через 3 или 5 лет продлеваете эту визу, и дальше продолжаете вот так ездить, и у вас нет необходимости отчитываться перед иммиграционными офицерами, почему вы въезжаете как турист. Это касается и держателей европейских паспортов. Им тоже сейчас нельзя работать без разрешений. Если ты художник и активно участвуете в выставках, конкурсах, награды есть, основная работа не связана с искусством. Может ли это повлиять на процесс подачи на визу? Это спрашивает Асмик Биллиан. Нет, это не повлияет. Если вы художник и вы активно участвуете, и у вас есть выставки, и они признаны, ваш талант признан наградами, то другая работа, которую вы выполняете, на это не повлияет. Потому что мы подаем именно в ваш портфолио как артист. Поэтому я думаю, что здесь будет все в порядке. Можно ли с Home for Ukraine перейти на Global Talent? Абсолютно можно. А в Watercolor обращайтесь, пожалуйста. Это очень популярный переход на данный момент. Какая ориентировочная стоимость? Мэтью Морфия спрашивает. Смотрите, у нас, как я говорил, пакеты. Пакет начинается от 1800 фунтов. И самый дорогой пакет у нас 6000 фунтов. Это где мы делаем всю работу для вас. И там, где есть money back guarantee. То есть это так, чтобы вы сориентировались. И, конечно же, нужно учитывать визовые сборы непосредственно британского правительства и NHS сборы, иммиграционная страховка по здоровью. И также самый дождь на 400 фунтов. То есть в общей сложности я бы сказал, что нужно рассчитывать где-то на бюджет ну от 5 до 9 тысяч фунтов. Где-то вот столько будет стоить вся заявка в зависимости от выборного пакета и от количества членов семьи. Хочу также сказать, что члены семьи получают визу с вами. Это очень важно. И виза ни ваша, ни вашего члена семьи не ограничивает вас ни в чем. Вы можете работать, заниматься бизнесом. Вы можете заниматься искусством, инвестированием. Абсолютно никаких ограничений нет. Вам не нужно вкладывать какой-то первоначальный капитал, заниматься бизнесом, искать работодателей. Как при других типах виз. Эта виза дает полную свободу. Есть социальные проекты совместно с местным советом города, лорд-мейер города в Англии, благотворительной организацией, проекты в области арт-дизайна. Походят ли такие референсы? Как референсы пройдут, но я вам скажу, что в вашем случае это процентов 15-20 вашей заявки. Это только вот эта надстроечка британская. Но здесь вот, мисс Анчик, вам не хватает именно вашего профиля, портфолио. Кто вы, что вы, и кто еще может заверить ваш талант. То, что вы озвучили, это процентов, я сказал, 15-20. Так, про какой конкурс мы говорим? Давиденко Александр спрашивает. Инесса, расскажи, пожалуйста, про ваш конкурс, потому что некоторые не знают. Конкурс проходит Golden Time Талант на рынке уже 6 лет. Это британская компания, которая организовывает конкурс. Друзья, конкурс, где могут принимать участие талантливые люди. Это танцоры, музыканты, вокалисты, художники. И сейчас новое, это IT-направление. Ну и дизайнеры, конечно. Так что подаем заявочку, участвуем, побеждаем. Едем выступать в Лондон. Нам Руслан Косаренко и его команда помогают делать визу. Ну и если вы очень талантливы, вы это докажете, то Руслан Косаренко и его команда помогут сделать вам визу талантов. Правильно, Руслан? Абсолютно верно. Смотрите, и еще, я так понимаю, что многие хотят получить визу талантов, да? Ну это такое название, визу талантов. Значит, у нас есть несколько вариантов. Это для тех, у кого есть уже паспорт, европейский паспорт, правильно? И они хотят просто ездить туда-сюда. Дальше нам нужна виза, которые хотят приехать на фестиваль, правильно? И, Руслан, вы тоже поможете. Есть виза талантов. И подкасты есть виза талантов в еще направлении по визе талантов. Вот какое, напомните мне, чем отличается виза талантов от какой визы вы говорили еще? Да, значит, у нас с вами есть категория виза талант, категория виза промис, это если у вас нет 5 лет в вашей области. И вы также можете получить визитерскую визу, для того, чтобы иметь возможность приехать и участвовать в фестивале. Но это только для этих целей. На визитерской визе вы не сможете здесь дальше проживать, подрабатывать, зарабатывать своим талантом. Вам нужно будет выехать в течение 6 месяцев из Великобритании, к сожалению. Поэтому вам нужно будет только получать визу талант. Но для того, чтобы приехать на фестиваль, мы с удовольствием поможем в оформлении вашей визы именно для участия в этом фестивале. Вот я еще раз Шахназе повторяю, потому что у нее была плохая связь, она еще раз переспрашивает. Поэтому я смотрю, что есть еще слушатели, которые хотят больше, и все равно больше знать о твоем конкурсе, о вашей компании, я думаю, что просто имеет смысл с ними уже индивидуально с этими людьми связаться. Добро. Обязательно. Руслан, есть еще какие-то вопросы? Если нет, будем подытоживать. Подведем итоги. Спасибо вам огромное, Руслан. Мы будем выходить еще раз на связь обязательно с нашими участниками. Обязательно. И будем им всячески доносить информацию. Ну а, друзья, если вам понравился эфир, ждем лайки, ждем репосты. И задавайте вопросы. Обязательно Руслан их увидит. Обязательно. И переходите к Руслану. Он обязательно вам поможет с визой. Да. Да. Спасибо, Инесса. Я еще раз напоминаю. Пожалуйста, прогуглите Guide for Global Talent Visa Applicants Art and Culture. Прочитайте этот гайд. Там, по-моему, около 30 или 40 страниц. И там вся-вся-вся информация. Абсолютно вся. Поэтому прочитайте этот гайд. Пройдите наш assessment на talentvisa.uk и уже обращайтесь к нам. Мы с вами намного быстрее начнем этот процесс, потому что мы уже будем на одной волне. Инесса, спасибо. Спасибо огромное. Удачи вашему фестивалю, вашему проекту. Благодарю вас. Буду с удовольствием участвовать. Помогать участникам. Как получать визы, так и получать Global Talent для того, чтобы здесь уже жить. Спасибо огромное. Спасибо, Руслан, вам тоже. Спасибо, друзья, что были с нами в эфире. Огромное. Если у вас есть вопросы, вы меня слышите хорошо, поставьте лайк. Вам эфир понравился. Надеюсь на фидбэк. Если да, будем постоянно выходить также в эфиры. Ну что? Будем выходить в эфиры. Все. Спасибо всем. До встречи. С любовью к компании Golden Time Talent. Спасибо.